Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, и наконец-то у нас вышла долгожданная зефирка BlackWave R7. BlackWave R7 был анонсирован в декабре 2015 года, однако выход девайса затянулся. Было заявлено, что новинка выйдет в число первых устройств на NetGoogle с Android 6.0 из коробки. Производитель обещал оснастить аппарат чипом Mediatek Helio P10 и 360-градусным сканером отпечатка пальцев, позволяющим разблокировать девайс менее чем за 0,4 секунды. Данные о всех возможностях новинки до последнего момента разнились. Наконец, долгожданный 5,5 дюймовый гаджет в сияющем цельнометаллическом корпусе попал к нам в руки. Можно сбросить завесу тайн и рассказать о всех сбывшихся и не очень ожиданиях. Так, вот такие вот у нас технические характеристики. BlackWave R7, экран 5,5 дюймов FPS, Full HD, 400 ppi, процессор 8-ми ядерный, где-то икторёвый 10, частота 2 ГГц, графический ускоритель Mali-T860, операционная система Android 6.0, оперативная память 4 ГБ, это очень хорошо, встроенная память 32 ГБ, поддержка карт памяти до 32 ГБ, очень мало. Так, всевозможные связи у нас есть. Итак, у нас тут 2 микросима, один слот комбинированный, беспроводные интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth 4, навигация, GPS GLONASS, камера основная 13 МП с апертурой 2.0, так, фронтальная 8 МП, так, датчик приближения, освещенность, экстерометр, аккумулятор 3000 махов, несъёмный. Габариты у нас 152 мм по высоте, 78 мм по ширине и 9 мм толщина, вес 197 граммов. Однако такой тяжёленький аппаратик для такой небольшой батарейки, хоть даже он и металлический, но это мне кажется как-то очень много. Вот, а вообще телефончик такой довольно простенький, я бы не сказал, что он там супер-пухер в синтетических тестах девайс набрал всего лишь-то 50500 баллов, и A-Storm Extreme у нас набрал 6400, ну, как сказать, вроде так и не сильно мало, но и немного. Ну, скажем так, для посредневного использования он вполне его достаточно, так что я думаю, проблем в эксплуатации не будет. Так что вот такой вот у нас телефончик, ребятки, всем пока. Понравилось видео? Поставь лайк и обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Подписывайтесь на мой канал!